Новый сезон в Красногорском филиале Музея Победы открыла экспозиция работ поистине уникального человека. До 109 лет художник-график Борис Ефимов, вошедший в историю мировой политической карикатуры, был увлечен своим ремеслом. Его рисунки широко использовались главным политуправлением Красной Армии в листовках и газетах для пропаганды. Человек, который увидел XIX век, XX век и XXI. Пожить в трех веках, пожалуй, на моей памяти, кроме Бориса Ефимова, не удавалось никому. Ну и еще, когда мы стали смотреть работы, которые хранятся в нашей фондовой коллекции, а у нас 84 подлинные работы Бориса Ефимова для разных газет, журналов, каких-то окон-таз, то мы поняли, что его карикатуры в достаточной степени злободневны и на сегодняшний день. 22 подлинные работы карикатуры времен войны, которые называли мощным политическим оружием против фашизма. Первыми увидели учителя и молодежь не только Красногорска, но и Москвы. Экспозиция, приуроченная ко дню рождения художника, открыта до 30 октября. Мне больше понравились карикатурные работы, которые имели очень глубокий смысл в своем потексе. Работы выполнены в очень интересном смысле и сделаны во время Великой Отечественной войны. Мне очень понравилась одна карикатура. Там стояли пушки, и из них стреляли, там была надпись «Мир, мир» и, наверное, какой-то главнокомандующий, который их направлял вверх. Этот сезон в Красногорском филиале Музея Победы обещает быть насыщенным и ярким. К уже имеющимся программам добавили четыре новых. О малоизвестных страницах военной истории, московской битве и юных полководцах. Отдельные экскурсоводы готовы рассказать об актерах, ушедших защищать родную землю. Подвиги, награды, житейские истории с фронта. Море самой полезной и интересной информации только из проверенных источников обещают в музее красногорцам гостям города в этом сезоне.